обзор 65 процентной клавиатуры низ а там мы делали буквально месяц назад и во время ресерча информации к тому самому обзору я увидел этот борт это такая же клавиатура только в 100 процентном форм-факторе по крайней мере на первый взгляд и сегодня мы посмотрим чем же отличается вот это full size клавиатура от 65 процентной привет меня зовут арсений и ты на канале игроман ну а это обзор низ x108 поехали комплект поставки у низ x108 ничем не отличается от 65 процентного собрата атома те же сменные капы дополнительные пружины и кофр от пыли с первого взгляда и кейкапы не имеют отличий отлиты ровно без явных заусенцев выполнен с использованием технологии двойного литья соответственно символ на колпачках никогда не сотрутся кириллицы в стоке у клавиатуры нет окрепление кейкапов универсально дефолтная крестообразная то есть при желании кап вы сможете заменить без проблем на любые другие профиль капов черри толщина осталась без изменения все те же скромные 1 и 1 миллиметр как результат неплохие капы у которых единственное слабое место это их толщина принцип работы электростатики мы рассказывали вам в прошлом обзоре в этой клавиатуре он остался без изменений единственное что поменялось так это размер платы мембраны и количество пружин под кейкапами расположены переключатели пока все как у механики а вот под корпусом переключателя скрывается мембрана под мембраной расположены пружины а на печатной плате расположен емкостный датчик который и обрабатывает сигнал в общем это и не мембранная клавиатура так как присутствует емкостный датчик и пружина и стем и не механическая так как в строении свитча контакты по сути не замыкаются по крайней мере привычным способом а также присутствует мембрана и благодаря такой комбинированной конструкции тайпинг получается очень необычный из-за мембраны у клавиатуры присутствует еле заметный бамп в самом начале нажатия, а из-за пружины под мембраной нажатие получается линейным. В общем, впечатления максимально нетривиальные, и мне такой тайпинг очень зашел. При этом звук при тайпинге очень тихий, опять же заслуга конструкции. Ну и на стеме сверху расположено демпферное кольцо, благодаря которому удар в верхней части стема о корпус переключателя нивелируется. В общем, если вы не любите громкие механические переключатели и цените тишину при работе, при этом хотите получить ни с чем не сравнимый опыт при тайпинге, и в вашем распоряжении имеется 10 тысяч рублей, вариант от NIZ ваш выбор. К слову, сами NIZ выпускают не только клавиатуры, но и запасные части к ним. Это и запасные переключатели, и запасная мембрана, и запасные пружины. В общем, можете смело приобретать эту клавиатуру и не бояться отсутствия запасных частей. Ну и преимущество клавиатур и переключателей NIZ перед топор заключается в том, что стем у NIZ стандартный крестообразный. Соответственно, любые стандартные кейкапы без проблем встанут на клавиатуру NIZ. Я проверил лично, в отличие от топор с их проприетарным стемом. В общем, что NIZ Atom, что NIZ X108 получились невероятно тихими с прекрасной тактильной отдачей. В самом начале нажатия усилие чуть больше, далее оно постепенно снижается вплоть до упора. И у некоторых зрителей появился резонный вопрос, а когда же срабатывает нажатие, и обязательно ли нажимать клавишу до упора? На самом деле, тут и кроется одно из основных отличий электростатики от мембранки. Точка срабатывания, по ощущениям, находится чуть ниже половины хода стема, или же на 60% плюс-минус. То есть у обычной мембранной клавиатуры силиконовая мембрана размыкает контакты. Соответственно, прожимать клавишу приходится до упора. А у электростатики клавиша активируется при помощи емкостного датчика, который срабатывает на 60% пути стема. Как результат, ускоренная регистрация нажатия по сравнению с мембранной клавиатурой, другие ощущения и приятный тайпинг. Думаю, сейчас этот аспект стал чуть понятнее. Сила нажатия в нашем случае составляет все те же 35 граммов. По моему мнению, это золотая середина, что для игры, что для печати. Наконец-таки, это полноразмерная клавиатура, у которой к тому же еще и закрытое строение. То есть самих переключателей, а в нашем случае электростатических куполов, не видно. При этом всем клавиатура у нас имеет так многим необходимый цифровой блок, также ряд F-клавиш, ну и, конечно же, православные дополнительные кнопки. Не в последнюю очередь, благодаря закрытому строению, таппинг клавиатуры очень тихий. Ни в офисе, ни дома вы никому не помешаете. Да и выглядит клавиатура довольно строго и лаконично. Подсветки у клавиатуры нет, от слова совсем. А вот индикаторы у Full Size присутствуют. В верхнем углу, рядом с Escape, расположилась и маленькая кнопка, которая была у Atom с торца. И, наконец-то, я выяснил ее назначение. Эта маленькая кнопка включает и выключает блокировку клавиши Windows. Да, все так просто. Раскладка у клавиатуры стандартная ANSI с длинными шифтами, одноуровневым Enter и несмещенным рядом F-клавиш. Шумоизоляцию в Full Size версию тоже не завезли. Увы и ах. Стабилизаторы у клавиатуры все такие же необычные. Это и не Кастара подобный стабилизатор, и не Черри подобные стабы в чистом виде. Это какая-то смесь. При этом все из коробки даже у этой клавиатуры стабилизаторы тоже смазаны. А вот небольшой люфт у пробела все же остался. Да, не критично. Да, звучит все равно неплохо. Но вот идеальными стабы уже не назвать. По ощущениям, будто у младшего соврата дела обстоят чуть лучше. В общем-то, тайпинг в конце этого видео все расставит на свои места. Кабель у клавиатуры стандартный, модульный, в серой тканевой оплетке. Хорошо, что модульный, соответственно, заменить его не составит никакого труда. Снизу расположены прекрасные двухуровневые выдвижные ножки, кабель-каналы для удобного вывода кабеля и Type-C порт для подключения. На нижней части под пробелом имеется маленький выступ, чтобы клавиатура на столе не прогибалась при использовании. Актуальный ценник на клавиатуру можете посмотреть прямо сейчас, перейдя по ссылке из описания. На момент создания видео фулл-сайз-борд стоит 11700 рублей. По итогу клавиатура получилась интересной. Ведь стоит она дешевле 65% низа атома. По форм-фактору она больше и предлагает те же необычные ощущения, которые мне и МХО, опять же, понравились. Ну а что ты думаешь по поводу этой клавиатуры? Своё мнение пиши внизу в комментах. Смотри прямо сейчас и слушай саунд-тест этой клавиатуры. Ну а я с тобой на этом прощаюсь. Покупай правильный и проверенный игровый девайс. Сумись уже совсем скоро в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok